Очень хорошо организованная команда и опытные футболисты. Знают, что хотят. Ясно, что было, они нас хотели поймать на контратаках. У них получилась за 94 минуты одна контратака. Мы, скажем, в футболе бывает так, что одна контратака, и ты получаешь свои ворота или один удар. Но, скажу, против высокоорганизованной команды Сергей Яснинский очень хорошо работает с командой. Мы, в принципе, противопоставили, чтобы не допустить никаких эсцессов. Не было никаких, скажем, контратак или убеганий один в один. И за счет командных взаимодействий смогли и быстрых перестроений, связанных с обороной, и смогли, как бы, нейтрализовать это сильное качество Ветерска. Значит, вся игра строилась, ну, кто кому забьет так. Ну, если вы заметили, что у нас тоже было не так уж мало моментов, да, хотя мы находились, фактически, очень много в позиционной атаке. И, в принципе, тот момент, который взятие – это пенальти есть пенальти. Скажу, что мне понравилась. Понравилась высокая организация Витебска, такая же высокая организация Динамо. Немножко было, что мы немного выпускали из так называемого встречного прессинга, знаете. И вот мы иногда выпускали из встречного прессинга. Значит, это связано с единоборством где-то, не туда отскочил. И, в принципе, из-за этого даже возник момент, понимаете. Но, в основном, мы навязали такую вязкую игру. Игра была очень вязкая. Игра была до забитых. Спасибо. Чем был условие сегодня Динамо, если очень будет? Динамо высокий, потому что, ну, его позиции могут быть. Козлов всегда будет, который очень занимался. Ну, ничего удивительного нет. Это очень… Ну, у него, не буду петь ему дифирамбы, но у него есть хорошие качества. Именно хорошее качество футболиста этого возраста. И он переходит из, как я называю, молодежного футбола в взрослый футбол. Да? Ну, опять же, ему вся команда помогала. И он мог сегодня реализовать два момента, если вы заметили. Да? И, в принципе, не портил картину общей команды. Вот, иногда бывает, ты выпускаешь игрока, а он вываливается у тебя, как, как, говорит, как ненужный предмет. А здесь, как, говорит, предмет стоял на своем месте и играл на своем месте. Понимаете? Не то, что… И очень для дебюта 19-летнего футболиста, который никогда не играл в премьер-лиги, я считаю, это очень хороший матч. Даже очень хороший. Ну, не будем хвалить, потому что молодые футболисты имеют такую склонность затухать быстро, понимаете? Вот сейчас главное, чтобы не затух, а дальше развивался. И дальше переходил все дальше, дальше взрослый футбол, где уже другие контакты, другая скорость, другая скорость мышления и другие взаимоотношения, даже со своими партнерами. Вот так. Ну, разберемся. Это, значит, завтра, уже сегодня-завтра он почувствовал, там, какое-то напряжение. Ну, в принципе, это опытный игрок, и он правильно сделал. Чтобы, если человек чувствует напряжение или даже, если у него свала даже мышцы, да, нужно менять. Почему? Потому что следующий этап его игры – это уже травма. А так ты усугубляешь травму, и, в принципе, Алексей Ривус был готов и сразу вышел. И, причем, мы с Лешей разговаривали еще накануне игры на эту тему. И он был готов к этой игре. Поэтому и вышел, и тоже очень хорошо смотрелся. Сегодня он видел, вот такой сильный крест. Насколько он ощущался на поле? Может быть, как-то неприятный ход, но очень большой бюджет. Вы давали установку возможности меньше верхом? Ну, не то, что меньше верхом. Там, опять же, я повторяюсь, мы весь первый тайм провели… Немножко было не быстро. Вот когда пошел дождь, тогда футбол упустился. Так немножко было вя… Почему? Потому что мяч стал быстрее ходить, понимаете? А так немножко вязкое было поле. Ну, как футболисты называют это, мяч жуалов сегодня. И поэтому оказался такой вязкий футбол. Но этот вязкий футбол связан не с футболом, а именно с полем, что оно было такое немножко вязковатое. Ну, здесь действительно поле, оно имеет свойство такое вязковатое. Почему? Потому что очень густая трава. И, значит, невозможно его встретить. Ветер, ну, мы весь первый тайм провели в атаках. В принципе, ну, Витебск пытался поймать нас на контратаке, но у них ничего не получалось. Хотя мы играли против Ветра. Да, мы все время пытались игру отжать от своих арб. Вот так скажем. Ну, Витебск не повлиял ни в коем случае на ведение матча и на ход матча. Вот это высказывает сейчас. Вообще, чем было вызвано какая массовая ротация? Ну, я бы не сказал, что это массовая ротация. Ну, значит, некоторые изменения позиций. Некоторые, ну, значит, освежить немножко, как говорят, бывает. Но это не массовая ротация. Это ротация такая, как говорится. Следующая игра будет, естественно, будет к следующей игре. Никто не застрахован, кто будет не играть, кто будет играть. Но самое приятное, что все хотели играть. Вот сегодня, после всех неудач, вся команда хотела играть. Любой футболист бы выходил на футбольное поле, он хотел играть. Вот это самое приятное. Есть такая практика, что когда игрокомендован, то все команды не выходят на поле, как сегодня случилось. Я спрашивал у Юрген Ютуба, когда Минска говорила про шахтера. Ютуб это объяснил всем, что он заплату на шахтер платит. А вот у вас какие нации? Ну, насчет чего? Ну, насчет того, что, допустим, Бергеич уже оведом, получается, ставится? Ну, было такое условие. Значит, и Кириллу удача, потому что он очень хорошо готов, он очень хорошо работал в последнее время, но не удавалось ему как-то закрепиться в составе. Но я думаю, что он поможет. Не надо его там еще гонять, он готов вообще идеально. Знаете, есть такая готовность. Я уже сегодня сейчас посмотрел, сколько мы проделали, ну, скажем, пробежали беговую работу, и я понимаю, что мы проделали за этот небольшой промежуток линия. Хотя у нас время было очень мало. Хотя и прошлая игра была очень такая интенсивная, когда мы ее выдерживали. Ну, там такие. Бывает хоть больше. Вот так строится. Первый удар сразу было. Второй удар, ты прополешь, караешь вторую мяч. Ну, так было. Ну, двигаемся дальше. Спасибо.